Мы выбираем как раз пресеты для 1SARP и видим как раз вот эти 12 дашбордов. Давайте перейдем к первому, к основному. Сейчас он загружается. Средний отклик на загрузку всех виджетов примерно от 2 до 5 секунд, в зависимости от того, какая нагруженность виджетов, ну и на какой машине производится, так скажем, показ или открытие данных дашбордов. То есть скорость интернета тоже влияет, конечно. Так, у нас данный дашборд, который я у нас открыл, сейчас все уберут, чтобы не мешало нас, чтобы вы видели вкладки переходов по другим дашбордам. Данный дашборд предназначен для оценки руководителями финансовых показателей по продажам, задолженности, товарным запасам и денежным средствам. Этот дашборд позволяет понимать управленный пульс компании, отслеживать отклонения от нормы и понимать причинно-следственные связи тех или иных отклонений. Ну и также, если добавить плановые показатели, можно отсматривать поставленные планы в режиме реального времени, что позволяет, в принципе, быстро реагировать и прогнозировать будущую работу. Здесь такие общие, скажем, дашборды для управленца представлены, где видны основные показатели по направлениям. Для того, чтобы более подробно погрузиться в аналитику, то есть мы здесь уже переключаемся по конкретным панелям. В частности, давайте перейдем к дебиторской задолженности. Дашборд дебиторской задолженности позволяет оценить сумму задолженности по клиентам и поставщикам и, в принципе, за все поставленные товары и услуги с возможностью отсортировать и отфильтровать по конкретной категории. Здесь, например, представлены сейчас фильтры по всем. Можно таких ярых неплательщиков выводить. Например, для анализа на экран, мы выбираем контрагент, например, 1005. Выводим по нему, и здесь будут показатели по изменению дебиторской задолженности по конкретному контрагенту. Если мы фильтр данные убираем, то у нас, соответственно, аналитика будет по всем сразу. Это линии тренда, то есть как раз насколько отклоняется, мы здесь видим. И на виджетах присутствует функционал дрилла, то есть можно погружаться на уровень ниже и просматривать конкретно аналитику более глубоко. Например, контрагент 5.8.5. Мы нажимаем на конкретный показатель и здесь уже углубляемся в аналитику по нему. То есть и в соседних виджетах также будут фильтры сортированы именно с учетом выбора контрагента конкретного. На общем виджете по изменению дебиторской задолженности, то есть если нас интересует конкретный какой-то период, мы желаем углубиться и изучить его. То есть мы можем как раз выделить, допустим, с мая по июнь, и у нас будет разбивка уже более детальная по дням. И здесь можно посмотреть, насколько отличаются, как меняются и так далее. Так, ну и давайте связанность с дебиторской задолженностью в кредиторскую. Перейдем до должности. Отчет кредиторской задолженности позволяет оценить кредиторскую нагрузку на компанию и прогнозировать возможность кассового разрыва и показывать, что нужно сделать, чтобы это предотвратить. В данном случае здесь также есть возможность выбора периода, то есть с какой указан, и выбора организации. Сейчас выбрана организация конкретная, организация 15. Если мы фильтр очищаем, то здесь будет аналитика по всем контрагентам, которые есть, то есть ее можно уже оценивать и делать определенные управленческие выводы. Так, следующий дашборд у нас товарные запасы. Так, себестоимость товарных запасов отражает информацию по запасам в денежном выражении и по умолчанию выводит информацию за последнюю дату. Анализ проводится в данном случае в разрезе склада и товарных категорий, то есть мы можем выбрать любую товарную группу, информацию по ней, посмотреть аналитику. Здесь все виджеты автоматически подстраиваются под товарную группу топлива. И можем выбрать также конкретный склад. Можем выбрать несколько, допустим. И будет аналитика именно по этим складам выстроена. Здесь мы их уже подробно изучаем, сравнение между собой можем. Либо, опять же, можем добавить конкретную группу. Так, ну, по этой группе на данных складах нет информации. Не буду экспериментировать, потому что не знаю, какие товарные группы на данных складах размещены. Так, давайте выберем все. Вернем первоначальную аналитику. Здесь также присутствует возможность дрила. Ну, допустим, нас интересует более детальная информация по стеклу бесцветному. Мы также переключаемся, погружаемся на уровень ниже и видим, на каких складах размещены данные товарной группы и их себестоимость. Сумму мы сразу рассчитываем. То есть для этого не нужно анализировать огромные большие данные. Сразу здесь высвечивается все на дашбордах. Следующий у нас. Причем основные показатели, как я уже говорил в начале, все выводятся на панели показателей. И мы сразу можем понимать по периоду. То есть меняем, допустим, период. У нас данные пересчитываются на конец данного периода. Переходим в следующие денежные средства. Отчет. Отчетность денежных средств отображает поступление, списание и остатки. Как раз на виджетах данная информация отражена. Данный вид отчета позволяет оперативно отследить финансовые положения компании и понять, какие есть критические точки. Здесь, в принципе, также есть возможность выбрать конкретную организацию, чтобы по ней информацию более детально посмотреть. То есть данные по ней пересчитываются и сразу на виджетах отображаются. Следующий у нас отчет по продажам. Отчет по продажам отображает финансовые показатели. По продажам как раз это выручка, маржа, себестоимость товаров. И что это позволяет оценивать эффективность продаж на основании этих показателей. В принципе, на виджете видны выручка вот таким светлым, подсвечена цветом, более темным валовая прибыль и линии тренда это маржа. То есть на графике видно соотношение, как зависит между собой выручка, маржа и валовая прибыль. Причем можно выбрать, опять же, конкретную организацию и месяц. Если нужно аналитику по товарным группам конкретно получить, допустим, тоже топливо выбираем, аналитика будет по нему такая графика. Плюс, если нам нужно более детально погрузиться и узнать о себестоимости, допустим, реализованных товаров по структурным единицам, откроем, давайте, склад товара 2, то есть где наибольшее количество. То есть мы также можем погружаться на уровень ниже и аналитику более детально смотреть. Причем, если мы наводим на конкретный показатель, то есть он у нас подсвечивается виджет сверху. Допустим, расходные материалы, либо другой выбираем. Если он есть виджет сверху, так же он подсвечивается. Между собой дашборды связаны и легко снимать информацию. Следующий у нас отчет, значит, по отдельно нужно выйти. Сейчас, секундочку, я перейду. Так, по себестоимости затрат. Сейчас поток подгрузился. Отлично. Дашборд позволяет оценить себестоимость затрат в готовой продукции. Также возможно оценить вклад в затраты по выпускаемой продукции по каждой статье калькуляции. На панели показателей выведены конкретные, извините, татологии показатели именно. Здесь себестоимость затрат, виды продукции, затрат на материалы, на полуфабрикаты и на зарплату. Здесь по конкретному продукту, допустим, стол инструментальный. Мы нажимаем на него, погружаемся и видим себестоимость, которая входит в изготовление данного стола. То есть, заработная плата заложена, материалы, полуфабрикаты, материалы основные. И мы здесь видим, что у него складывается данная себестоимость. И так по кому получается продукту, товару. Причем, когда мы выбираем, наводим даже на этот товар, у нас подсвечивается в круговой диаграмме сверху. И после того, как кликаем, в панели показателей тоже все данные меняются. Для того, чтобы это было наглядно. То есть, не только данная биржа отображается, но и вводится в панели показателей сверху. И то, о чем говорила Ксения, подсвечивает необходимые важные моменты, чтобы сделать выводы. Теперь мы перейдем на следующий дашборд. Анализ себестоимости планфакта называется. Дашборд позволяет оценить выполнение плана себестоимости выпускаемой продукции за выбранный период. За год-месяц, в принципе. И показать соотношение текущего года. На данный момент, самое актуальное, это 2017 год. Аналитика строилась в сравнении с 2016, с предыдущим. И здесь на линиях тренда заметно. То есть, в какие месяцы себестоимость была выше по сравнению с прошлым годом или ниже. И также на графике это отражено. Причем, то же самое мы можем сделать именно по самой готовой продукции. Если переключаемся, то видим, что 2016 год у нас такой пунктирной желто-оранжевой линии, обозначенной линией тренда, а 2017 год именно в виде вертикальной столбчатой диаграммы. Представленный в виде данных столбцов. Мы видим, в какие месяцы они у нас совпадали, либо отклонялись. И насколько фактически себестоимость за период отличается от предыдущего. Дашборд позволяет оценить объем выпускаемой продукции за выборный период. Опять же, можно год, месяц конкретно выбрать и сравнить также с предыдущим годом. На элементах дашборда, на панелях показателей выведены основные моменты, на которые нужно обратить внимание. И также можно фильтровать по группе продукции. То есть мы можем выбрать конкретно, допустим, металлические изделия. По ним будет проведена фильтрация. И сейчас давайте поменим, например, 2016 год. Обратите внимание, то есть в панели показателей цифры изменились. То есть моментально отобразились другие данные. Здесь очищаем. Вместе у нас все вернулись. И здесь тоже очищаем выбор. То есть здесь на каждом дашборде все виджеты между собой связаны. То есть и когда мы подсвечиваем нужную информацию, то есть то же самое на радиальной, на круговой диаграмме отражается. И можно понять, насколько выпуск продукции в 2016 году отличался от выпуска в 2017 году. То есть 2017 год – это у нас такая площадная диаграмма. А 2016 год в виде такой линии тренда по месяцам разделено. Так, и переходим еще в один дашборд. Управление запасами. Управление запасами – это такая большая тема. Здесь я кратко покажу именно основные моменты. На них сделаем акцент. Более подробно у нас там уже был вебинар. Информацию можно посмотреть. Так, в данном случае здесь представлены дополнительно еще три взаимосвязанных дашборда. То есть это ключевые показатели, потенциал запаса и оптимальный запас. В данном случае выведены здесь на старте ключевые показатели. Давайте перейдем более детально в них. То есть мы видим на панелях показателей, какой есть потенциал сокращения запасов. То есть на 7,3 миллиона видим, что у нас есть там излишки запаса, которые можно оптимизировать. Соответственно, на осях конкретных рассчитано, как это сделать. И для того, чтобы более детально понять, на основе каких товарных номенклатур лучше сделать акцент, то есть здесь в потенциале как раз произведен этот расчет. Представлен товар с максимальным потенциалом, который нужно дозаказать, например. То есть высоким спросом пользуется Вера Мишеля Роллтон в данном случае по данным, которые здесь представлены. Товар с минимальным потенциалом. То есть это то, что нужно быстрее продавать, делать там скипки, акции для того, чтобы освободить место на складе. И это место занять более рентабельными продуктами. То есть для этого как раз данная аналитика представлена. И она позволяет сделать такой расчет оптимального заказа на 2 недели, допустим, вперед. И такой заказ может выглядеть следующим образом. Вот, например, выбираем конкретную неделю. 6 января 2020 года. Здесь у нас определенный расчет тех товаров, которые нужно заказать в определенном количестве. То есть на месяц, на 2 недели. Исходя из той аналитики, которую мы получили по рентабельности продаж. Что быстрее всего продается. И исходя из того, сколько места на складе осталось. Таким образом может выглядеть оптимальный заказ.